На диагонали 2 в степени n минус 1 и так далее 2 в степени n минус 1 А во всех остальных местах 2 делить на n Мы ее расписали как сумму двух матриц Это вот этот 2 вынесли за скобки Тут 1 делить на n везде 1 делить на n Или это минус единичной диагональной матрицы n на n Поэтому считая, что и эта матрица единичная 2 на 2 применяемая к 1 кубиту То к логарифлан кубит вот так вот подписывается Следующее мы сказали, что если мы рассмотрим такой вектор Если мы рассмотрим такой вектор Который в каждом состоянии амплитуды один делит на кармезе Тогда окажется следующее, что если мы домножим вот этот вектор На его транспонированную версию То тогда получится как раз вот этот вот матриц, который у нас получается Транспонированную версию вектора столбца мы будем записывать Ну обычно обозначается вот так вот Ну обычно это транспонировано спряженно Ну в данном случае так как все действительно числа, то это то же самое То есть получается так, что мы можем записать, что вот это вот d Это 2 Ну это нам нужно будет Ну нам нужна будет вот эта вот форма во-первых Мы ее будем использовать Но давайте еще чуть-чуть пару шагов сделаем Чтобы показать, что действительно вот эта матрица она унитарна А то вдруг ее... Ну можно конечно умножить, но сопряженную получить Получить i А можно ее представить в чуть-чуть другом виде Чтобы... ну альтернативный способ его представления Давайте сделаем следующее Вот этот вот вектор Это вектор, когда у нас 7 амплитудно распределенной формы А мы говорили, что когда мы получаем вектор с распределенными амплитудными формами Когда мы домножаем h на нулевой вектор То есть если у нас есть То есть если у нас есть То есть если у нас есть Состояние в наших логарифм Логарифм Н кубит Такие, что они все в состоянии нод И каждому мы применяем Матрицу Адамара То каждый получается равна амплитудной И все вместе они тоже То есть по всем возможным состояниям Тоже равна амплитуду распределяться Поэтому мы можем сказать Что вот это вот Пси Это состояние, которое мы можем получить с помощью h умножить на ноль Соответственно, Пси транспонировано В нашем случае Это ноль транспонировано Умножить на h транспонировано А матрица Адамара Если вы посмотрите Она симметрична Поэтому Претранспонировано И у нас тоже самое получается Атмиля аж так и осталось Давайте тогда вот это вот перепишем Это форму Еще раз Получается, что у нас диффузия Это Пси Пока я вот в этом увидел Это 2 умножить на Пси Пси транспонировано И у нас диффузия Это в данном случае Это 2 умножить на h Маноль 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 транспонировано И может еще раз на коже Дальше, смотрите У нас матрица Адамара Она унитарна Поэтому у нас Поэтому если на нее соответственно Унитарна, значит у нее обратно матрица Адамара Она транспонирована сопряженно А в данном случае Для матрицы Адамара Она совпадает с ней же самой То есть у нас получается, что Для h h она же обратно Поэтому мы можем Вот эту единичную матрицу Представить в виде умножения h На эту же единичную матрицу Опять на h То есть вот эта единичная у нас Если мы убрать То останется h на h h на h У нас единичная То есть мы просто добавили Вот эти матрицы Адамара С левой и с правой Для чего это нужно? Для того, чтобы вынести их за скобки Чтобы посмотреть, что останется Останется у нас следующее Два ноли Два ноли Вот Этипомировано Минус Пи Вот если вот это вот Перемножить ноль на ноль Ноль это у нас что такое? Это у нас вектор размера n Где тут единичка Все остальные нули И соответственно Множить на такую На вектор столбе Строку транспланированной Это получится матрица Где единичка Все остальные нули Тогда получается Если удвоенная такая матрица Минус диагональная Это получается вот такая матрица Это получится Рост диагональной матрицы Где все минус единицы На диагонали Здесь унили А тут вот единичка Получается Эта унитарная матрица Эту унитарную матрицу И эту унитарную матрицу То есть мы перемножаем адамара На вот такую матрицу Мы ее обозначим Е Такую матрицу диагональную с единичкой Вот здесь вот И на матрице адамара Вот диффузия обычно Представляет в одном из двух видов вот эту матрицу в сокращенном виде и это используют явно или вот в таком виде как произведение вот этого пси большого пси на пси трансфонер на минус и или как или вот в таком виде h и h мы сейчас явно будем лет и этот вид использовать для того чтобы это и для того чтобы доказать сколько нужно действию для применить для дома для гробера а это ведь для того чтобы улучшить ну или не улучшить а обобщить вообще мир вопросы есть какие-то ладно хорошо давайте теперь сейчас пока акцентируем внимание на твит я сейчас его выключу а потом используя его мы обсудим сколько надо шагов сделать чтобы у нас была хорошая вероятность итак у нас получается следующее что диффузия это два пси трансфонированные я вот так записываю так давайте посмотрим теперь внимательно то состояние которое у нас есть вот на каждом шаге нашу игру смотрите когда первый раз нашему вот состоянию нулю изначально мы применили матрица адамара чтобы равномерно распределить антитуду потом мы ну каждый раз оракул диффузия оракул диффузия дальше тоже рассмотрим дальше первый раз применить матрица адамара итак у нас получается следующее что вот наше текущее состояние это состояние это корень из n умножить на состояние x то есть при координатой координатой у нас один дилет на корень из n и все остальные координат тоже один дилет на корень из n да у нас получается это сумма и я так напишу от 0 до n минус 1 без x 1 дилет на корень из n умножить на ну или что то же самое в данном случае эту сумму по и вот эту я ставлю где и не равно x вот так и после пошло вот тут n минус 1 дилет на корень из n x это x это тот который мы хотим найти давайте так x это такое f от x равняется единице именно тот который мы хотим найти то есть мы его выделили относительно остальных почему потому что при каждом шаге вот у всех у остальных будет одинаковая амплитуда то есть это будет n минус 1 умножить на что-то а у этого всегда будет своя амплитуда потому что у нас всегда вот когда мы на гистограмме смотрим у нас всех остальных одинаковая амплитуда это все время растет и этих отменьшается но они так как изначально у них были одинаковые амплитуды и мы оракал никак их не изменяет а диффузии на них одинаково получается действует поворот относительно среднего то все эти амплитуды они всегда будут одинаковы у всех не решение а вот у того решения нашего у того x который мы хотим найти у него соответственно будет своя труда то есть мы можем всегда наше состояние характеризовать двумя численами хорошо причем какие-то числа всегда будут так как у нас сумма всех амплитуд квадратов амплитуд всегда равна 1 поэтому мы можем утверждать что вот если вот эта амплитуда а x а вот это всех остальных вот эта сумма да которая будет пускай а просто я объясню всегда а x квадрат плюс а квадрат равняется единицам на любом шаге у нас это выполняется это понятно? согласны? хорошо причем ну вот когда оркл, диффузию всегда когда мы применяем монетарное преобразование то это условие оно всегда сохраняется что сумма всех амплитуд равна 1 квадратов амплитуд равна 1 поэтому вот если тут мы сумму а, нет не так именно сумму квадратов тут вот а x квадрат а тут сумма всех остальных это получается n минус 1 умножить на квадрат этой амплитуды то есть вот у нас n минус 1 амплитуду пока у нас давайте это n минус 1 амплитуд пока 1 здесь на корень из n а потом она будет уменьшаться это увеличивается то есть вот это будет вот умножить на а в квадрате вот эта вот штука вот сумма вот этих вещей она будет да будет всегда равняется единице но мы можем вот эту вот часть заменить на b квадрат какой-то так это сумму квадратов целых чисел ну то есть сумму это положительное число то это какой-то b квадрат то есть получается мы можем сделать следующее мы можем всегда выбрать какой-то угол альфа такой что синус этого угла альфа будет ax а косинус альфа соответственно единица минус ax квадрат просто вот это все остальное то есть мы всегда можем наше состояние характеризовать каким-то углом на единичной окружности именно ну то есть именно уже вот в двумерной плоскости то есть в принципе мы всегда наше состояние из логарифма n кубит можем характеризовать как какую-то какую-то точку на сфере в нмерном пространстве но в данном случае мы так как нас интересует всегда вот это вот состояние и все остальные то тогда мы можем в данном случае состояние характеризовать именно а почему кое-что у нас так ну это две величины суммы квадрата которая всегда равняется то есть то есть вот этот угол углом альфа мы всегда будем характеризовать и это будет для нас как раз интересно получается следующее когда мы применяем вот этот первый раз адамара мы переходим вот именно в такое состояние это состояние Пси большое да которое если помните это все корни z x в данном случае плюс тогда ну вот это 1 корни z и вот то есть вот этот некоторый станет Пси и давайте угол который вот этому начальному состоянию будет соответствовать его обозначим за угол тета вот означает у нас вот на этой окружности мы перешли в угол тета получается тета что такое это тета это арксинус 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 1 делить на корень z вот так хорошо что у нас делает оракл вот с этим углом а а применение вот этого преобразования которое обращение к ораклу что делает оно изменяет амплитуду у отмеченной вершины у x то есть получается здесь минус получается у нас что за угол это угол у которого раньше вот это был ах вот это синус альфа да теперь тут минус появится а это как есть остался поэтому относительно предыдущего альфа который у нас был он получается становится угол минус альфа то есть мы минус заносим под знак синус синус у нас нечетная функция косинус поэтому мы можем минус занести под знак синуса и под знак косинуса получается угол который ну если вот этот минус у нас меняет знак у отмеченной вершины то тогда у нас угол противоположный становится то есть эта операция если у нас какой-то есть произвольный угол альфа операция оракла у нас всегда делает только отражение относительно оси и все для этого угла вот был какой-то угол здесь альфа вот стал сюда он перешел минус альфа хорошо а теперь что делать у нас диффузия с этим с этим углом пока я просто скажу что делать а потом я надеюсь что мы успеем доказать что он действительно это а делать следующее диффузия сколько мы 10 хорошо хорошо диффузия отражает наш отражает угол альфа относительно вот этого угла θ то есть если мы проведем тут прямую то тогда мы делаем отражение относительно него вот это что делает диффузия альфа именно θ потому что вот здесь написан вектор который соответствует углу θ если бы тут какой-нибудь вектор другому углу соответствовал соответствующий был бы написан то относительно его отражает мы сейчас я думаю что успеем доказать что он так делает вот то есть мы в итоге что получается что происходит вот у нас сначала у нас альфа это соответствует углу θ вот мы повернули так вот потом применили оракул он отразился стал минус θ потом применили диффузию он отразился относительно вот этого получилось тут разница была 2 θ плюс θ стал плюс 3 θ вот он сюда повернулся согласны все видят хорошо дальше мы опять оракул применили он стал минус 3 θ минус 3 θ теперь мы диффузию применили повернули относительно 2 θ вот тут была разность 4 θ и плюс от θ 4 θ мы должны 4 θ отложить получилось 5 θ угол видите и так далее то есть потом еще раз мы отразили получается минус 5 θ разница 6 θ плюс 7 θ то есть каждая пара 0 о и d она поворачивает наш угол еще на 2 θ все время согласны видите хорошо получается следующее что после к операции операции у нас будет вот эта амплитуда ах она будет равняться синусу угла 2t 2k плюс 1t так хорошо что мы хотим сделать мы хотим чтобы наша вероятность наша вот эта амплитуда она была как можно ближе к единице соответственно вот эта вот вероятность ах будет единица тогда когда синус будет от пи пополам угла поэтому нам интересно выбрать к такой чтобы было выполнялось 2k плюс 1 θ равняется пи пополам отсюда мы можем найти к чему равно отсюда получается что вот так получается так что 2k плюс 1 подняется при там 2 θ и k равняется 1 4 θ минус 1 2 то есть вот при таком k у нас будет единица вероятность правильного ответа мыть то есть если мы столько действий сделаем то тогда получается мы при измерении у нас будет вероятность единицы вы проводите теперь смотрите вот θ это арксинус 1 делит на корень из n в силу первого замечательного предела когда у нас n достаточно большое синус x ну когда x стремится к нулю то синус x равняется x поэтому мы можем это заменить на 1 делит на корень из n потому что это достаточно маленькая величина 1 делит на корень из n поэтому арксинус на самую его можно заменить соответственно θ это делить на корень из n это получается π на 4 корень из n минус 1 2 вот если это число оказывается целым то тогда достаточно столько действий выполнить чтобы вероятность была единица ну соответственно если оно будет не целое то тогда мы можем на небольшой близкий кукол повернуть будет достаточно близких единиц и можно доказать что вероятность ошибки в этом случае будет 1 делит на 1 поэтому у нас получается следующее что достаточно выполнить пин 4 на корень из n операции для того чтобы у нас вероятность принятия была близко к единице найти вот этот элемент вопрос есть какие-то почему относительно угла т оказывается что вот это преобразование оно поворачивает относительно угла т а а вот 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 когда у нас вот этот весь вектор мы рассматриваем то относительно среднего а если мы рассматриваем вот отдельно вот этот ax и все остальное то тогда получается относительно тета сейчас время есть чтобы расписать почему так ну так ну хорошо давайте попробуем расписать за минуту может за две тут пока все понятно если это поворот относительно тета тогда все понятно хорошо давайте покажу почему это поворот относительно тета вот посмотрим на это преобразование еще раз теперь пишем опять что этот тет транспланирован да смотрите вот у нас какой-то вот этот тета он задается вот этим вектором си как раз то есть это как раз вектор который поверт на углу тета теперь рассмотрим какой-то любой другой вектор который поверт на углу альфа пусть обозначен обоих вектором фи ну в любом случае мы можем вот если мы что можем сделать мы можем повернуть систему координат на тета да повернем и представить вот этот угол альфа как ну вот проецируем его сюда на этот угол тет который соответствует вот этот на вектор си большой да проецируем сюда и на ортогональную часть то есть вот этот угол у нас всегда можно представить как амплитуда вот я так ладно а умножить на си большое плюс а ортогональную вот с таким значком ладно давайте а1 которую впадает а0 такое что а ортогональный вектор вот 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 такой значок так ортогональную а0 то есть это коэффициент на о галан повернуть систему координат и 2 координаты расписанные хорошо теперь попробуем Домножить d на φ. Что у нас получается? d умножить на φ. Это что такое? Теперь распишем, что такое d. Это 2 ψ на ψ трансформированное. Минус i. Так, умножим на a, умножим на a ψ и плюс, вот этот я вынесу, ψ ортограмм. Согласен, да? Я просто расписал что-то такое. Дальше теперь заносим это сюда, внутрь. Когда у нас внутрь мы заносим, давайте я просто тут буду исправлять. А хорошо у нас останется. Вот мы в ψ будем заносить. Вот мы ψ, вот это, вот это мы заменим на произведение ψ трансформированное умножить на ψ. Да? Минус тут умножен на ψ. А тут, соответственно, ψ ортогонально. А, ψ трансформированное умножен на ψ ортогонально. Там тут знаки, значки разные. Да? Минус ψ ортогонально. Что у нас получается? У нас получается, вот ψ трансформированное, это вот, теперь эта строка с этой стороны, а столбец с этой стороны. Состояние 1 делить на корне заема, тогда 1 делить на корне заема. 1 делить на корне заема, 1 делить на корне заема. То есть, если раньше мы столбец на строку, то теперь строку на столбец. Если это все перемножить, получается строку на столбец, это будет элемент 1 на 1, и это получается единичка. Видите, да? 1 делить на n плюс тогда 1 делить на n, n раз. То есть, вот эта вот штука, она равняется единице. А тут скалярное произведение получается n на ортогональное ему значение. То есть, ну вот видите, да, что это скалярное произведение по сути двух векторов. Тут на него самого, а тут на ортогональное ему. Соответственно, раз оно ортогональное, то скалярное произведение равно нулю. Вот это равно нулю. Все это понятно? Я тогда прямо здесь затру. Получается у нас следующее. Здесь у нас получается просто два Пси остается. Минус, ну, единичный на Пси, это просто Пси. Правильно? Минус Пси. А здесь минус Пси ортогонально. Согласна? То есть, первый слоган был ноль, а второй это единичный умножить на Пси ортогонально. Просто, в смысле, Пси ортогонально. Опять? Вот это вот самоуничтожается, просто Пси остается. А вот это вот минус мы... Так, Пси ортогонально, я же уже внутрь засуну, поэтому вот тут нет. Я его внутрь засуну. Так, тут с минусом. То есть, в итоге что получается? Тут просто Пси, а тут минус Пси. Получается, это А умножить на Пси. Минус А ортогонально умножить на Пси ортогонально. То есть, получается, в системе координат вот этот повернутый, у нас просто меняется вот этот координат на противоположность. Сюда. Это то же самое, что отразить относительно вот этого века. Понятно? То есть, просто это... Ну вот, если вот так вот записан, то тогда у нас всегда получается отражение относительно этого века. В принципе, все. Ну, еще можно много чего рассказывать, но на сегодня все. Это просто. А, вот здесь на swoин. Здесь. Здесь. Здесь.